Шаббат Шалом Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам Тару Свою. Благословен Ты, Господь, дающий Тару. Пожалуйста, располагайтесь. На этой неделе мы находимся в недельной главе Китово и начинается она так. Когда Ты придешь в землю, которую Господь, Бог Твой, дает Тебе в удел, и овладеешь ею и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые Ты получишь от земли Твоей, которую Господь, Бог Твой, дает Тебе. И положи в корзину и пойди на то место, которое Господь Твой, Бог, изберет, чтобы пребывало там имя Его. Обычно все это происходило в праздник Шавот. Первые плоды неслись на праздник Шавот. Это один из тех праздников, когда все мужчины шли в Иерусалим. Это один из трех главных праздников в еврейском народе, когда все мужчины, это Песох, Шавот и Раушашана, то есть это Суккот, это когда все мужчины дружно собирались и шли, то есть от общины собирались люди определенные, и они шли, шли вот в данном случае на Шавот, они несли свои первые плоды. И написано в Писании, что нужно было положить в корзину. То есть это должно было быть демонстративно, чтобы все видели. Вот я несу плоды, мои первые плоды, которые я вырастил своими руками, на земле, которую дал мне Господь. Все видели, и обычно, когда люди шли, несли эти плоды, они радовались, они пели песни, ну, мы знаем, псалмы восхождения, когда шли в Иерусалим. И когда приходили в храм, то говорилось, определенные слова говорились перед Богом. Ну, это в каком-то смысле символ веры. То есть вы, наверное, слышали символ веры, есть такое краткое провозглашение. В данном случае, как символ веры, это все говорилось. И повелевается, говорится, и веселись о всех благах, которые Господь, Бог твой, дал тебе, и дому твоему, ты, и левит, и пришелец, который будет у тебя. То есть здесь идет повеление, чтобы это было радостно, чтобы люди не были в трауре. То есть если человек, вот у него умер родственник недавно, ну, наверное, ему надо было побыть в семье, наверное, надо было ему остаться на некоторое время дома, потому что ему трудно было проявить эту радость. И интересно, ну, а мы помним в книге Левит, в основном, в большинстве своем, жертвоприношения были, то есть приносились в жертву животные, были все сожжения, разные жертвы, а в основном животные. Ну, там некоторые жертвы были другие. И в данном случае мы видим о том, что нужно, есть повеление о том, чтобы принести первые плоды, плоды земли, которые люди вырастили, и они в радости приносили эти плоды. И вот есть такое мнение интересное. Ну, а почему, зачем, ну, смысл, почему такое повеление? И интересно, что люди, которые работают на земле, они очень привязаны к земле. И даже есть такое, как выражение «раб земли». То есть человек очень много трудится, он очень много вкладывает своего труда, пота, он сеет, жнет, ухаживает за этими растениями. Очень много, очень много труда. То есть тот, кто соприкасался с сельским хозяйством, вы знаете, насколько это нелегко вырастить урожай. И люди, живущие на земле, они склонны размышлять так. То есть есть такая склонность у людей, что, ну, это же я своими руками вырастил. Причем тут Бог? Это я же, это же я, вот я трудился. Откуда это пошло? Если посмотреть в корень, то с самого начала мы видим, если мы возьмем пример Каина и Авеля, например, то мы помним о том, что оба принесли жертву и принес Каин в жертву плоды, а Авель он принес из стада своего, скорее всего, это овца была, он принес из стада своего тоже в жертву. И Бог обратил внимание на жертву Авеля. И, ну, почему так? Ну, и, ну, вот еврейские мудрецы, вот есть такой медраж, что Авель, его расположение, его понимание было, что это он, это он все сделал, что это его труд, что он больше трудился, чем Авель. И вообще, при чем тут Авель? Это вообще моя идея была принести жертву. Он за мной просто повторил, а Бог обращает внимание на жертву Авеля. И настолько он разозлился, что он своего брата убил. Увы. И подобные Каину, если сравнить в Священном Писании, подобные люди Каину, мы можем увидеть, это был Немрод, это был Эйсаф, это люди, которые вообще, может быть, я ошибаюсь, но вы помните, чтобы Эйсаф вообще обращался к Богу, чтобы он молился? Я, может быть, я что-то пропустил, но я вот не помню, чтобы где-то было описано, что Эйсаф, он как-то общался с Богом, чтобы он молился Богу. И эти люди, они были очень привязаны к материальному. Ну, да, конечно, трудиться нужно, это важно, вообще сельское хозяйство, это очень важно. Но настолько привязаться, чтобы забыть о Боге, не дай Бог. А вот люди, человек, например, подобный Авелю, мы можем сравнить Давида. И Давид, он тоже пас, он пас скот, и мы помним этот знаменитый 22-й псалом, он понимал, что все это от Бога, все то, что вокруг него, все-все это Бог сделал. И вот эти слова, они очень хорошо выражают начало 22-го псалма. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». И Давид был всегда в контакте с Богом. Он сочинил очень много псалмов, очень много песен, он поклонялся, очень много проводил времени в общении с Богом. Это был муж по сердцу Божьему. И далее, то есть здесь мы, если соединить всю эту главу, то здесь далее говорится о том, что завет, завет, который был на Синае, он обновился, он обновлялся. И это очень известная для всех верующих в еврейском мире, в христианском мире глава. Это глава благословения и проклятия. Мы все хорошо знаем эти места. Конечно же, чаще провозглашаются, произносятся благословения. Но есть и проклятия, есть проклятие, если человек отойдет от Бога, если человек разорвет свои отношения с Богом. И мы, мы вступили в завет с Богом. Большинство из нас, большая часть, это люди, вступившие в завет с Богом. И этот завет подобен брачным отношениям. И мы являемся Его телом. Ну, вот представьте себе, как чувствует себя Бог, когда часть Его тела от Него отрывается. Ну, Ему больно. Он испытывает большую боль. Если, не дай Бог, вдруг жена уходит от мужа, то муж не может, если он ее любит, если он ее любит, скажет, да иди уже. Но если он ее любит, он не будет безразличным. Он приложит все усилия, чтобы жена вернулась, чтобы она одумалась, чтобы она раскаялась. Подобно, подобно ведет себя Бог. Я хочу прочитать небольшое место. И в Талмудическом трактате Могила говорится о древней традиции. Эта традиция была введена еще Эзрой, следуя которой цикл чтения Тары в синагогах рассчитывался всегда таким образом, чтобы глава Китаво читалась за некоторое время до Рош-Ашана, до Нового года. Чтобы все проклятия остались в ушедшем году. И рассказывают, что Раф Довбер из Любавичей, сын и преемник основателя хасидского движения Хаббат, Раби Шнеур-Залмана, будучи еще мальчиком, до Бар-Митсвы, прослушав в синагоге чтение главы Китаво, был так поражен описанными в ней несчастьями, что заболел настолько, что в Йом-Кипур отец его сомневался, разрешить ли мальчику поститься. Когда Довбера спросили, почему в прошлом эта глава не произвела на него такого впечатления, он ответил, когда читает отец, не слышны проклятия. Интересно, что все мы знаем такое высказывание, что незнание закона не отменяет ответственность, а знание закона как раз наоборот. То есть, если мы ознакомимся с теми вещами, из-за которых происходит проклятие, то этот человек начнет этих вещей избегать. Он будет теперь знать, он будет вооружен знанием, он будет избегать тех поступков, дел, которые, не дай Бог, могут вызвать проклятие. И, к сожалению, к сожалению, эти проклятия впоследствии потом они осуществлялись, благословения осуществились, но и проклятия тоже осуществлялись, когда евреи отходили от Бога. И следует отметить, что чаще всего наказания производились руками тех народов, взглядами и религиями, которых евреи увлекались. Отход евреев от веры в единого Бога и его Тару пророки сравнивают с изменой жены мужу. Вот что ждет вступивших в развратную связь с чужими религиями. И в книге пророка Изекииля пишется так, «Я поднимаю против тебя любовников твоих и обращу на тебя ревность мою, и поступят любовники с тобой жестоко». И мы знаем, что Бог, Бог, Он ревнитель, Он любит каждого из нас, очень любит. И человек, отступивший от Бога, оторвавшийся от Его тела, это большая рана для Бога. И Бог говорит, «Ну разве я хочу смерти грешника? Я хочу, чтобы он раскаялся, я хочу, чтобы он вернулся». И когда человек осознает свои неправильные поступки, которые приводят к проклятию, получает прощение, получает исцеление, получает милость от Бога. И в завершении этой главы говорится, «Соблюдайте же слова завета этого и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». И там уже в следующей главе пишется, «Благословение и проклятие предложило тебе, выбери жизнь, чтобы было тебе хорошо». И хотелось бы завершить свой комментарий на таком, на позитиве. И в этой главе дважды говорится о радости. Дважды. И здесь я уже ранее читал, еще раз прочту, «И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему ты и левит и пришелец, который будет у тебя». Но если это не так, здесь в разделе там, где описываются проклятия, за то, что ты не служил Господу Богу твоему, с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке». И И Ишуа, Господь наш, Он это, я возвращаюсь к началу, наш Ишуа, Господь, Он сказал, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Вот где мое сокровище, да, в чем мое сокровище? В материальном или я уже изменился, понимая, что я житель Царства Небесного, я принадлежу Богу. и в первую очередь это Бог, все остальное потом. Это помогает так не привязываться к материальному миру, то есть это помогает помогает тому, что в нашей жизни происходят сверхъестественные вещи. Надеясь на Бога, мы способны совершать, реально мы способны совершать чудеса. И Ишуа, уходя с этой земли, он говорил, что вы, я сделал много чудес, но вы остаетесь на земле и вы сделаете еще больше чудес, чем я. Я дам вам эту силу, я дам вам эту власть. И он нам дал это. Аминь. Аминь.